Добрый день, на связи Визионер с очередной подборкой новостей из мира науки и высоких технологий. В этом выпуске Apple превратила новый iPhone 15 в игровые консоли. Aleph Aeronautic продемонстрирует летающий автомобиль. Американские сенаторы хотят ограничить ИИ законами. Не переключайтесь. Компания Apple провела очередную презентацию, посвященную новой линейке смартфонов iPhone и умных часов Apple Watch. Как рассказали в компании, iPhone 15 и iPhone 15 Plus построены на базе прошлогоднего процессора A16 Bionic. В качестве дисплея используется OLED-панель Super Retina XDR частотой обновления 60 Гц и максимальной яркостью 2000 нит. На смену челки пришел динамический островок, маскирующий датчики и глазок камеры. В качестве основной камеры используется 48-мегапиксельный модуль. Важным нововведением стал отказ от радиома Lighting в пользу USB-C, что связано с требованием властей ЕС. Однако Apple все равно подготовила сюрприз. Так, скорость передачи данных у iPhone 15 составляет 480 мегабит, ибо компания использует порт USB 2. Отдельно стоит поговорить про iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, которые могут похвастать титановыми корпусами. Продвинутая линейка смартфонов получит дисплей Super Retina XDR с адаптивной частотой обновления 1.120 Гц. Поддержка режима Always On Display, яркостью 2000 нит и защитным стеклом Keramic Shield. Динамический островок остался на месте. На задней панели Pro расположены 3 камеры. Основная 48 мегапикселей, сверхширокоугольная на 12 мегапикселей и телеобъектив на 12 мегапикселей. Pro Max получила дополнительную камеру с перископом и 5-кратным оптическим зумом. За iPhone 15 Pro попросят от 999 долларов, а за Pro Max от 1199. В России цены на максимальную версию в магазинах могут достигать 260 тысяч рублей. Одним из центральных моментов презентации стало желание Apple превратить iPhone 15 Pro и Pro Max в портативные игровые системы, которые благодаря новому процессору A17 Pro якобы ни в чем не будут уступать в производительности PlayStation 5 и Xbox Series X и S. Более того, смартфоны поддерживают технологии трассировки лучей. В частности, уже анонсированы порты таких крупных игр, как Remake Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village, Assassin's Creed Mirage и Death Stranding. Подчеркивается, что для удобства управления стоит все же использовать сторонний геймпад. При этом позднее стало известно, что производительность Resident Evil Village ограничена 30 кадрами в секунду. Новая линейка часов Apple Watch Series 9 на этот раз получила довольно любопытной. Да, дизайн не изменился, но компания передряхнула железную начинку, сменив процессор на более мощный S9 и увеличив яркость дисплея в два раза. Киллер фичей станет возможность управления часами при помощи жестов. Функция получила название Double Tap. Благодаря этому легко отвечать на звонки, включить таймер и так далее. Apple Watch Series 9 доступна в пяти цветах, а цена начинается от 399 долларов. Продвинутая линейка Apple Watch Ultra 2 предложит еще более яркий дисплей и улучшенную влагозащиту. В данном случае цены начинаются от 799 долларов. В сеть просочились подробности закрытой презентации новой консоли от Nintendo, которая прошла на полях выставки Gamescom 2023. Согласно предварительным данным, гибридная портативка получит 12 гигабайт оперативной памяти, а за счет нового процессора от Nvidia система поддерживает технологии реконструкции изображения DLSS 3.1 и трассировки лучей RTX. Возможности преемника Nintendo Switch продемонстрировали, запустив две демо-версии. Первая – это игра The Legend of Zelda Breeds of Wind, которая работала в разрешении 4К и 60 кадров в секунду. А вторая – демо-версия Matrix Awakening от Epic Games, которая демонстрирует красоты Unreal Engine 5. Инсайдеры не исключают, что презентация системы состоится весной 2024 года, а продажа – во второй половине того же года. Компания Aleph Aeronautics на салоне в Детройте презентовала прототип своего летающего автомобиля. В отличие от других разработок, заключается в том, что Aleph Model A действительно внешне выглядит как автомобиль. Впрочем, он все равно оснащен винтами, а внутри кабины расположено сиденье. Компания уже получила разрешение на проведение испытаний. Отмечается, что аппарат получил 8 электродвигателей, которые позволяют ему преодолеть до 322 км по дороге и до 177 км по воздуху. Продажа стартует в 2025 году. Один экземпляр – Aleph Aeronautic – просит около 300 тысяч долларов. Австрийская компания Revo Foods объявила о запуске в продажу первого массового продукта питания, напечатанного на 3D-принтере. Технология получила название MassFormer. Речь идет о веганском филе лосося, которое внешне выглядит как кусочек красной рыбы. По заверениям разработчиков, они смогли внедрить жиры в волокнистую белковую матрицу, что позволило сделать продукт максимально приближенному к мясному аналогу. Основным ингредиентом стал микропротеин, добываемый из нитчатых грибов. Стоимость одного куска филе, вдохновленного лососем, составит 7 лет. Компания HP представила свой новый ноутбук-трансформер – Spectra Fold. Новинка оснащена 17-дюймовым гибридным дисплеем. За счет этого гаджет можно превратить в ноутбук с диагональю дисплея 12,3 дюйма, 17-дюймовый компьютер-моноблок или небольшой планшет, который удобно расположить на столе. Основой гаджета стал 10-ядерный процессор Intel Core i7-1250U. Он также получит 16 гигабайт оперативной памяти и SSD-накопитель на 1 терабайт. Разрешение OLED-дисплея составляет 1920 на 2560 пикселей. Цена на трансформер начинается от 5000 долларов. На фоне забастовки сценаристов и актеров в Голливуде, которые выступают против внедрения ИИ в киноиндустрию, американские сенаторы провели встречу с лидером IT-отрасли. На закрытом заседании присутствовали основатель Microsoft Билл Гейтс, глава Мета Марк Цуркерберг, сооснователь OpenAI Эйлон Маск и другие. Сенаторы выслушали мнение предпринимателей в рамках подготовки к написанию законопроекта, направленного на регулирование сферы применения ИИ. В ходе своего выступления Маск показал на то, что ИИ может представлять угрозу существованию всего человечества. При этом он считает, что сенаторы недостаточно хорошо разбираются в вопросе. Противоположную позицию занял Билл Гейтс, который при помощи искусственного интеллекта надеется победить голод в мире. Цукерберг находится посередине. Он не хочет отказаться от ИИ, но при этом намерен сотрудничать с политиками и учеными. Компания Tesla представила свой новый продукт – домашнюю систему резервного питания Powerwall 3. Продажи 130-килограммового параллелепипеда стартуют до конца 2024 года. Финальная цена не раскрывается. Фишкой Powerwall станет встроенный инвертор, благодаря чему к системе можно подключить до 6 солнечных панелей. Пока непонятно, можно ли будет подключить к Powerwall 3 солнечные батареи, которые совместимы с Powerwall 2. Зато несколько параллелепипедов разрешено объединить в единую систему. Спасибо за просмотр! Не забывайте ставить лайк, прожимать колокольчик и подписываться на канал, чтобы не пропустить свежие новости из мира высоких технологий.